Вон оттуда шерсть не летят. Я не знаю, попаду или не попаду. Мимо, мимо, мимо. О, стрекоза прямо надо мной! Распыляет газ! Ах ты засранка! Приведите! Это остров пчел. Сегодня мы будем пасечником содержать пчел. Короче, какой-то типа симулятор, новенькая игруха, я в нее еще не играл. Будем сейчас смотреть с тобой что да как. Сегодня мы отмечаем 10 праздник медоварения. Спасибо всем, кто так усердно собирал пыльцу. Я, как королева, горжусь своими пчелками. И спасибо всем за заслуженную работу. И пчелы такие бзз-бз-бз-бз-бз. Дальше у нас что-то там фейерверки какие-то, шарики. Ну, празднуют праздник все-таки. Ваше Величество, бз-бз-бз-бз. Наши разведчики обнаружили залежи пыльцы на островах. Ой, а еще был замечен отряд шершней, направляющийся в нашу сторону. Опять они? Нам надо срочно заняться укреплением. Всем, точите копья и стройте орудия, мои пчелочки. И вот, значит, мой улей. Небольшой такой, там что-то там растет. Пчелки уже куда-то полетели. Давайте построим здесь три соты. Да, без проблем. Вот, я построил три соты. Отлично построил. На водные кольца какие-то похожи. Все здания в улей строятся на сотах, чтобы они не утонули. А, мы на воде, ну правильно как бы. Когда пчелы принесут воск, они построят соту на месте спасательного круга. Я все-таки был прав, это круг спасательный. Теперь давайте построим фабрику для производства воска. Я единственное понять не могу, почему пчелы такие отбитые построили свой улей. Даже не улей, а свои соты на воде. Значит, фабрика воска. Вот она. Как ее шлепнуть тут? А как мне повернуть вот это все дело? Вот так вот повернуть. И вот мы построили. Е-е-е-е, фабрика воска. Скоро будем делать все. Кстати, фабрика уже строится. Вон, смотри, там уже что-то мутится. Также вы должны знать, что у нас есть разведчик в стане врага. Мы перекрасили его под шершня, и они не заметили подмены. Благодаря чему мы хорошо осведомлены о злобных планах шершни. В верхней части экрана можно увидеть, когда они собираются напасть. В верхней части экрана. А, вот 8 минут. Итак, мы прошлись по основам. Стройте фабрики, защищайте улей и все такое. Окей. Получено достижение от А до Бз-бз-бз-бз. Давай оборонительные всякие штуки построим. А, ничего у нас тут нету, здесь что? Детский сад. Детский сад надо построить обязательно. Детский сад у нас где будет? Ну, не рядом с фабрикой, да, детишечки рядом с фабрикой. Мы же их загубим рядом с фабрикой. Хотя у нас фабрика экологичная. А, ну, конечно, конечно. Сами пчелы еще соты не построили. Вот теперь они построены. И можно сделать здесь детский сад. Давайте, стройте. Исследовательский центр нам тоже нужен. Поэтому исследовательский центр рядом с фабрикой шлепнем. Да? Вот здесь вот так вот. Исследовательский центр где-то у нас. Ох, ёлки-паки. Ничего себе, ты какой здоровый. Ну, хорошо. Значит, детский сад у нас тут потихонечку устроится. Возводится. Скоро у нас появятся маленькие пчелки. Чтобы начать выращивание пчел, нажмите на только что построенный детский садик. Давай опустимся вниз. Смотри, тут маленькие цветочечки есть. Вот это вот что тут. Яичечко есть. Для выращивания пчел вам понадобится яйцо и мед. Мед производится на фабрике меда, которую можно изучить в исследовательском центре. Хорошо, что я исследовательский сенсор сейчас буду строить. Те пчелы, значит. Пчела обычная, которая будет собирать соты. Военная пчела и пчела-строитель. Мне нужна военная пчела, потому что на нас скоро могут напасть шерстные. Поэтому четыре пчелы и нормально. И пчела-строитель, кстати. Они отличаются, смотри, чем. Видишь, вот эта пчелка, она строитель. У нее каска на башке есть. И молоточек в руках. Офигеть, пчелы отличаются еще как. Ну, давай еще одного строителя. И одну пчелку, вот так вот. Надеюсь, мне всего хватит. Вообще, я хотел заняться исследователем лаборатории. Поэтому надо достроить здесь соты. Чтобы наша лаборатория сюда влезла. Сколько там нужно-то еще? Так, вот, вроде бы вмещается, да? Еще давай вот здесь вот соты сделаем на всякий пожарный. Вот так вот. И точно должно влезть. Что у нас тут в детском саду? Кто-нибудь вылупляется? Не вылупляется? Пока не видно. Я ничего не вижу. Вон, там пчелка появилась у нас. У нас кто-то родился. Он с соской. Вон, молоко хлыщет. Обалдеть. Ничего себе. Малышечка растет. Скоро у нас будет боец. Так, и... Какой ты здоровый. А, ну, у нас все пчелы же... О, у него пика есть. Ну, нифига себе, у меня тут уже три бойца летает. Крутые пчелки. Это круто. Значит, вот, тут у нас соты готовы. Исследовательский центр, я думаю, сюда воткнется, да. Е-е-е, большая стройчка. Погнали. Ничего себе, крышу возвели. Круто. А что там варится у нас? Ты что, там повар, что ли? А, это с бородой? Или это у тебя маска на лице? Так, походу нам построили исследовательский центр. Дай на него нажму. Ух ты, перед вами окно исследования. В нем вы можете открыть улучшения и новые постройки для улья. Чтобы начать изучение, нажмите на доступные вам исследования, после чего пчелы начнут собирать их. Так, копье. Выдав нашим пчелам копья, вы сможете лучше противиться шершням. Ну так у меня они уже с копьями. Пабрика меда. Ладно, давай улучшим, короче, копье. А где, кстати, собственно, шерсть? Не, не, не. Кто бы мне подсказал, где здесь шершни обитают? Короче, шершни я пока не вижу. Но как только начнется нападение, возможно, мы их увидим. Тут смотри, пчела рыбачит. Офигеть. Ниже опуститься не могу. Насидит рыбач. Забавно. Ну это, видимо, какой-то дитиулей. Кандидат наук. Выполнено первое исследование. О, мне уже копья улучшили. Прикольно. Давай посмотрим, что тут. Хвачха. Что это такое? Стреляет большим количеством стрел. Так, давай. Пускай улучшает. Так как через 2 минуты нападения нам срочно нужны боевые пчелы в большом количестве. А то кто их знает? Следующая волна все на нас нападает, нападает. Гудит горн. И откуда на нас нападут шершни? Пока что я не вижу ничего. Ты видишь, нет? Блин, экологический улей. Смотри, как у меня тут дымит исследовательская лаборатория. У меня даже фабрика так не дымит, как лаборатория. О, пчелки куда-то полетели. Куда-то полетели чуть-чуть. Во, 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 шершень. Смотри, смотри. Бомбило, бомбило. Еее, давайте кумать его. Шершень-то такой здоровый. Кия, конфу, звуки. Все. Первую волну отбили. Очень хорошо. Эти гадкие шершни опять суют свои усы в наш мед. Думают, раз они больше, значит все можно. В этот раз мы отбились, но расслабляться нельзя. Покажем этим полосатым, где пчелы зимуют. Баллиста. Запускает стрелу размером со слона в одного врага. Хочу, конечно же хочу. Короче, мы сейчас будем эту лабораторию изучать, изучать, изучать. Будем что-то там открывать. И в итоге у нас появятся пушки. Прикинь. На базе пчел будут пушки. У нас появилась вот эта вот хвачха. Стреляли большим количеством стрел. Ее нужно куда-то вот здесь вот поставить. Вот, строим. Итак, наше защитное орудие готово. Самостоятельно отстреливают и уничтожают врагов. Но при желании вы можете взять их под свой контроль. Для этого нажмите на только что построено защитное сооружение. Так, так. Уху. Я теперь могу. Погоди. Ничего себе, как она лупит. Ты глянь. Вот это да. Я тут могу вообще расстреливать этих шершней теперь. Под вашим управлением урон защитной постройки значительно увеличивается. А, ничего себе. Ёлки-палки. Деревенщина. Я сижу и думаю, где же мне мед-то взять-то. А тут, короче, вот написано. Фабрика меда. У тебя ее нет. Поэтому у тебя нет меда. Тебе ее нужно изучить. Вот я чунгачку. Короче, все. Следующая волна. Давай, погнали. Откуда у нас шершни полетят? Надо следить за военными. Сейчас мы фабрику меда замутим. И все, с медом у нас будет огонь. А то там совсем пусто в моих восковых. Вон она летит. Давай приблизим. Получай! Так, у меня стрелы закончились. Жду перезарядку. Вот еще один прилетел. Вон еще летит. Нифига себе их сколько там. Блин. Ребятки, я не могу вам пока ничем помочь. У меня перезарядка. И вообще, я даже не понимаю, я попадаю по ним или нет. Все, отбились. Красава. Мои военные все сделали. Что там по фабрике меда? Она изучена отлично. Наконец-то мы будем производить мед. Фабрика меда. Значит, она будет у нас где-то здесь. Но сперва нужно высоковые вот эти вот штучки сделать. Сюда. И сюда вот так вот. Фабрика меда, она же такая. А, она вон какая. Все, я понял. Значит, делаем сюда. И сюда. Сюда. Ну, вот так, короче, пойдет. Ладно. Вот так вот. Если что, потом удалю. Королеве пришел разведчик. Видимо, это Шерси, или кто? Ваше безличество. У меня важные вести. Наши разведчики заметили, что Шерси объединились со стрекозами. По нашим данным, стрекозы собираются нацелиться на наши постройки и распылить какое-то токсичное вещество. Опа! Стрекозы, помимо вашей ничьи, они хотят нас отравить. Ёлки-палки, меду надо срочно, меду. Где у меня тут производство медовое? Давай вот сюда. И вот сюда. Вот таким вот образом. Все, вот это остальное все можно удалить. Удалить, 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 удалить. И вот тут удалить, все. Вот такая вот фабрика меда у нас вот тут будет рядом с нектарчиком. А вот это что у нас? Что это за? Удалил случайно целую тару чего-то-то там. Возможно, там был нектар. Ёлки. Ёлки, что это? Хранили еще нектар. Да, там был нектар. А это пыльца. Подставу я себе намутил. Так, поскольку у нас база теперь здесь, я думаю построить вот тут, вот на краю, еще одну защитную башню. Теперь я предлагаю улучшенную подготовку изучить, чтобы наши пчелки шустрее крылышками махали и быстрее перемещались. Фабрика меда произведена, то есть построена, все, мед качается, мед у нас теперь делается. И вот эти вот цистерны наши восковые должны наполняться именно медом. Я надеюсь на это. Итак, так, 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 вон пчелка, пчелка взяла мед и сейчас она, наверное, летит вот сюда вот, чтобы это все вылить. Так, смотрим на нее, на нее, на нее. Да! Е-е-е-е! Наконец-то у нас теперь мед. И смотри, яичко, оно укатилось туда внутрь. И сейчас там кто-то у нас вылезет. Или не вылезет? Ну, по идее, должна быть. Ага, у нас будет военная пчелка, еще одна. Вон он, наш красавчик, выполз. Соской молока. Значит, возвращаюсь к башне. Вот, ставим ее здесь. Так как теперь на нас будут еще и стрекозы нападать, нам нужно очень хорошо себя обезопасить. Да вот и строитель у нас. Смотри, вот он, вылупился. Красава. Исследовательский центр дымит. Сток сена сейчас у нас будет произведен. Отлично. Итак, смотрим. Брикет масла на башке у пчел появился. Ну, это сток сена так выглядит. Они теперь у меня в касках. Ну, мощно. Все, сильно. А через 9 секунд на нас нападают шершни уже со стрекозами, которые хотят нас отравить чем-то, наш улей. Так, 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 смотрим по сторонам, откуда кто полетит. Надо очень хорошо бдеть. Пока что ничего не видно. Стрекозы же, они должны быть очень огромными. Они еще больше, чем шершни. Во, 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 башня стреляет. Так, тут пока просто шершни. Пока просто шершни. Стрекоз не наблюдаю. Давайте, колошмарьте их. Дубастик. Вон еще шершни летят. Так, я знаешь, что хочу? О, о, тут у нас стреляет. Тут у нас стреляет уже. Ёлки-палки. Вот это тут разборки полетные. Дайте я залезу хоть. Мне что-то не дают залезть. Вся его крылья. Во, во, во. О, стрекоза. Дубасте ее. Нифига себе, она как самолет здоровая. У меня перезарядка, блин. Она что? Она куда полетела-то? Она задымилась, загорелась или что? А, она разворачивается. О, мы еще ее подбили. Все, она в воду падает. Уи-и-и. Ништяк. Что-то еще есть у нас тут? Все, отбили волну. Шикарно. Стрекоза по итогу была всего одна. Ну и хорошо. Вот она. Горит, дымится. Ничего себе. Да, они реально здоровые. Надеюсь, она ничего токсичного нам в уле не подкинула. Не успела. Смотрим, что дальше мы можем исследовать. Алюминиевые ведра. Мы можем уменьшить вес ведра, сделав его из алюминия. Увеличить скорость полета добычи на 20%. Да, хочу этого улучшения. Хочу. Сейчас у нас ведра вот такие вот. Не знаю, изменятся они или нет. Но будем бдеть и наблюдать. Ведрышки у нас улучшились. Я, если честно, ошибка разницы-то не вижу. Значит, следующее. Двойное дно. Натренированные пчелы смогут поднимать больше меда. Это очень классно. Я бы хотел это улучшить. Давай, сделаем. Двойное дно у нас готово. А дальше у нас начинается, походу, новая эра. Смотри, что написано. Мы готовы перейти на новый уровень ступени технологического прогресса. Давайте расширяться. Переход на следующую ступень будет реализован, когда мы что-то здесь прокачаем из вот этих вот последних веток улучшения. Значит, сейчас малый фонтан у нас сделается. Все готово. Переходим к баллистам. Нам нужно что-то мощное, чтобы сразу сбивать стрекоз. К тому же они скоро на нас опять нападут, через две минуты. По поводу фонтана. Где он у нас может быть? Вот здесь. Фонтанчик. Ой, ты какой миленький. Какой он миленький. Куда бы тебя поставить? Давай, наверное, вот сюда. Вот. Теперь тут чуть уютнее. Королева будет смотреть. О, у нее книжка там есть. Смотри, она там книжку читает. Нифига себе, я даже и не обращал внимания, что королева читает книги. Ну, будет теперь читать и смотреть на фонтан. Это же круто. Баллиста была изучена. И мы можем ее... Вот она. Построить. Построю я ее, наверное, где-то здесь. Здесь у нас как раз нет никакой защиты. Значит, вот сюда нам нужна баллиста. Строители, давайте шустрее. Строите мне это спасательное кольцо. Шикарно. И сюда мы бахаем. Ух ты, елки-палки, какая она здоровая. Тут больше колец нужно. Сейчас намутим. Вот такое вот кольцо нам нужно. Опа! Все, на нас нападает. На нас нападает. Мы не успели достроить. Ребята, шустрее, 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 шустрее. Может, успеем все-таки? Ну же, ну же, насыпайте там. Ну! Ну! Есть! Баллиста строится. Ну, а пока она строится, мы будем отбиваться. Вон, оттуда шерсть не летят. Я не знаю, попаду или не попаду. Мимо, мимо, мимо. О, стрекоза прямо надо мной. Распыляет газ. Ах ты, засранка! Ах ты, засранка! А ты что тут делаешь, шершень? Блин! Больше нет тут никаких стрекоз. Я слышу, что она где-то летит, где-то летит. Но не вижу ее. Вон она, вон она, вон она. О, баллиста, красава! Баллиста лупанула. Давай, перезаряжай быстрее. Подбили! Ништяк! Здорово. Но все равно натравануло тут парочку моих пчелок. О-о-о-о! Шершни на баллисту налетели. Ничего себе! Отбились. Ее, кстати, ремонтируют, смотри, баллисту. Что, все? Вон там битва с шерстнями прям конкретная. Надо помогать ребяткам. Что-то вон там баллист... А, нет, она стреляет. У меня все башни это баллисты, елки. Что, все? Отбились? Нет? Болна А4 еще не закончена. Еще что-то где-то происходит. Так, я посмотрю сверху. Что у нас тут? Непонятно, короче. И у меня такое ощущение, что... Я приличное количество воинов своих потерял. Это прям очень грустно. Сколько у меня всего осталось? Так, пчеластроитель 3. Военная пчела 0. Моих военных пчелок всех подбили. Кстати, еще медсестры есть, но, к сожалению, их пока что... Не могу я производить. Значит, военных надо восполнять. Военная пчела штук. Штук 10 давайте мне. Хорошо, что я баллисту замутил, а? Потому что нормально она так вот... Если бы не баллиста, то, скорее всего, я бы стрекоз не отбил. А у нас же, кстати, пальма открылась, правильно же? Давай мы еще и пальму построим вот здесь вот нашей королеве. Во! Вот, короче, сидит наша королева. Там кофе пьет, книжки читает, да? Вот ее губки торчат. И она наблюдает вот на эту пальмочку и на фонтан. Ну, по-моему, кошерно. Ну что, настало время прокачать что-то очень важное, да? Молот Тора. Камень сменила железо. Теперь у пчел новые молотки. Качаем, значит, это. Короче, сейчас я все вот это прокачаю и переходим на новую эру. Ну вот и все, наш ученый. Наш ученый сделал все возможное для нашего Ульяна на данный момент. И теперь мы переходим в новую эру. Что у нас там? В новой эре есть военная реформа. Ух ты. Фабрика укрепленного воска. Медицинский центр. Классная штука, кстати. Вот надо медицинский центр, наверное, открывать, да? Нифига себе, ты посмотри на нашу лабораторию. Что с ней стало? Обалдеть. Да тут, блин, это... Нанотехнологии реальные. Ничего себе. В общем, если тебе понравилось, если ты хочешь продолжения, ставь лайки под видео и подписывайся, если ты еще не подписан. А мы увидимся с тобой в следующем ролике. Так что до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok